Всем привет, с вами Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о эксклюзивности Xbox серии X. Как всегда, попрошу вас перед началом видео поставить лайк и подписаться на канал, чтобы помочь сделать канал о Xbox самым крупным в российском регионе. Спасибо! Как мы все знаем, недавно прошла выставка Game Awards 2019, на которой нам показали Xbox серии X. Ну как показали, просто тизернули, попутно рассказав о её мощности. Несмотря на мощь, в консолях самые главные игры, о которых мы сегодня и поговорим. На той же презентации, если кто-то её не смотрел, показали тизер-трейлер игры Hellblade 2. Если вдруг кто не в курсе, то первая часть сначала выходила как эксклюзив PlayStation 4, а потом вышла на Xbox One. Но майки потом выкупили полностью студию и, соответственно, сделали эксклюзивом нового Xbox. Это на самом деле даже заметно по трейлеру, но не торопитесь радоваться. Данный эксклюзив будет иметь статус консольный и выйдет ещё и на ПК. Кстати, напишите вообще, как вам первая часть и ждёте ли вы продолжение этой игры. С этой ситуацией можно сделать вывод, что стратегия Microsoft не меняет курса и направлена на то, чтобы предоставить игрокам возможность играть там, где им удобнее. На самом деле, решение благородное и многим данная концепция нравится. Сообщество игры становится шире и у каждого есть выбор, где играть. Многие скажут, фуууу, нет эксклюзивов, опять куплю ПК, всё, в Xbox нету смысла и так далее. Но об этом я уже записывал видос, поэтому можете глянуть. Там я рассказываю о том, почему Xbox равно имеет смысл даже при наличии мощного ПК. На мой взгляд, отсутствие эксклюзивов нисколько не минус, ведь самое главное то, что у нас всё равно будет возможность поиграть в эти игры. А это самое главное. Кстати, если присмотреться на ответ, то можно заметить, что данная игра разрабатывается для Xbox. Но Xbox это понятие в данный момент очень растяжимое. Дело в том, что из последних пояснений команды Xbox новая консоль будет называться просто Xbox. А серия X это типа модель. Это то же самое, как Xbox One это название, а FAT SX это модель. Но в случае, если это воспринято неправильно, и всё-таки данное высказание брало в себя все эти актуальные Xbox, то походу эти игры выйдут и на консоли Xbox One. Эта теория подтверждает и высказание Фила Спенсера, которое направлено на то, что после выхода Xbox серии X, Xbox One всё равно будет получать новые игры. Многие по сей день почему-то это высказание воспринимают как то, что X-версия станет младшей консоли нового поколения. Но скорее всего нет. И по официальному комментарии по этому поводу всё ещё не было. Единственным объяснением на всё это является CrossGen. Если что, CrossGen это игры, которые вышли на консоли разных поколений. Если вдруг кто-то забыл, то такое можно понаблюдать с играми Xbox 360. К примеру, на ранних этапах, когда вышел Xbox One, такие игры как там Tomb Raider, Assassin's Creed, Battlefield Hardline и прочие выходили сразу на нескольких платформах, то есть на Xbox 360 и ещё на Xbox One. Игры по сути были одинаковыми, но с разными графическими возможностями. В данном поколении я думаю, что будет то же самое и думаю, что это может продлиться лишь некоторое время точно так же, как с Xbox 360. То есть сначала новые игры выходили, а потом просто перестали. Это обусловлено тем, чтобы не убить сразу сообщество Xbox One и в то же время всех гладко переманить на новую консоль за счёт её графических возможностей. Если что, новый Xbox будет поддерживать технологию трассировки лучей и если честно, то это очень красиво. И на самом деле реально придаёт картинке некий Next Gen. Помимо этого, мы уже знаем, какие игры точно будут доступны на Xbox серию X. Когда именно они выйдут, без понятия, так как некоторые из них сначала выйдут на Xbox One. Но думаю, что подробную информацию мы узнаем уже в следующем году. На этом у меня всё. Если понравился видос, ставь лайк, не забывай подписываться, нажимать на колокольчик и писать своё мнение по этому поводу в комментариях. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok